Итак, мы продолжаем с того самого места. Обзор Анапской бухты. Это часть 2. Можете посмотреть по сторонам, как здесь все выглядит. Не получилось, к сожалению, полностью записать видео. Начал притормаживать. Может перегрелся опять телефон. Это происходит на наших пляжах постоянно. Вы можете видеть, здесь уже не так уж и много людей. Нахожусь я сейчас напротив аквапарка. Получается, тут чуть-чуть левее выход. Вот он в аквапарку с пляжей имеется. Аквапарк Золотой пляж называется. И мы с вами двигаемся дальше по берегу Черного моря. Море здесь, в принципе, в бухте сказали, что убрали. Море чистое, хорошее и можно отдыхать, наслаждаться, так сказать. Получать заряд энергии. Детки носят воду, кто-то поливается водичкой. Каждому свой отдых и свое удовольствие. Здесь мы дальше видим более наглый такой пансионат, который выставил свои лежаки. Вот здесь эти нормально стоят. А здесь на два ряда поближе к берегу, чтобы сузить его максимально и сделать невозможным проход людей. Это, на самом деле, очень городственная печальность. Такие вещи происходят. И делается все для того, чтобы наши люди жаловались на то, что не хватает места и так далее. И тому подобное. Чтобы приходили и брали в аренду эти лежаки. А вот, допустим, если нет денег на последние, так сказать, кровно заработанные приехали на море, кто это, новая поза для загара. Кто согласен, ставьте лайк. Я впервые такое вижу. Очень интересно выглядело. Вот девушка красавица с сумочкой, подмышкой идет. Море такой симпатичный купальник. Вот вообще просто. Ей лайк огромный просто за ее купальник. Это вот так вот. Ничего личного. Понятно, что купальный костюм. Вот как у бабушек, только это у девушки. И не сказать, что она там как-то плохо выглядит или еще что-то. Просто невызывающе. Просто симпатично и красиво. Посмотрим, сколько людей со мной солидарно и согласно. Потому что есть у меня на канале гильдия тех, кто смотрит мои видео ради того, чтобы я на пляжах показывал головы, попы, груди и так далее и тому подобное. Я их, конечно, тоже показываю. Но показываю в тех случаях, чтобы люди как можно меньше их показывали другим людям. О, а здесь какой-то вот есть кусок с водорослами. Выглядит он, правда, серыми. Это все-таки не тот черный, так сказать, перемешанный. Я не знаю даже как правильно назвать, что я там снял. Вот здесь это выглядит вот так. Вот это камка, это вот водоросли, а там это не камка. То есть что-то вонючее, непонятно, никому не нужно. Двигаемся. Дальше здесь машина уходит в море со сладкой ватой. Дети, люди, все перемешалось. О, смотрите, там фотографируют ребенка. Опять, видите, не пристают, а люди сами просят поднимите нашу дочку. Мы хотим сделать только фото. И тут вообще такие смешные бамбучи и шапочки клевые. Действительно, можно классно сфотографироваться. И позируют. Прямо они вообще черные-черные. Отлично. Ну что, тоже развлечение. О, человек песочный пошел. Девушка селфи поможет сделать. Посмотрите на нее потом со всех сторон. Если вдруг кто узнал, пишите. Так, зарядки 15% осталось. Это значит, что мы уже сейчас все будем заканчивать обзор центрального пляжа. Ну, мне как раз хватит дойти до начала каменного. Это будет от золотого. Как там? От пропака золотой пляж до каменного пляжа в Анапе. Здесь пляж становится более узким. Можно наблюдать здесь, сколько людей, так сказать, бегает. Здесь появилась опять кампка. Опять водоросли. Она не черная. Она не... О, мальчик, писающий в море. Приятного вам купания. Все. Комментарий закончил. Ох, какой красивый купальник у девушки. Просто огонь. Можно так выучить все виды купальников. Потом ходить, обсуждать. Какой купальник больше понравился. Там и так далее и тому подобное. Вот на этот пляж ночью в 10 или в 11 даже ночью. Я не понял, сколько мы гуляли туда по Анапе. Закрыли двери. Сказали, все, пляж закрыт. Сюда выходить нельзя. Слева справа, конечно, выйти можно. Но сам факт, что прям перед моим носом закрыли двери, как бы печально. Смотрим. Здесь мы видим какие-то палки. Тоже мусор. Черное море подмывает этот берег. И здесь уже как бы больно даже идти. Да. Вот, кстати, видите, это слои вот таких вот черных выбросов. В песке, которые были ранее. Песок вот мывает, они здесь попахивают. И пахнет именно так же, как пахло сегодня там, где мы были. Походу, здесь в какой-то момент решили не чистить, а просто песком сверху засыпали. И вот теперь море размыло. И идет возврат. Ну вот все. Водоросли вроде кончились. Дальше опять пошло такое мутноватое, но чистое море. А если сюда дальше заплывать, там вообще должно быть все хорошо и прекрасно. Наблюдаем дальше на загорающих друг на друге людях. Ну, в принципе, самое главное, что радостно, хорошо и классно. Чего еще как бы пожелать и хотеть, когда людям все нравится. И вот видите, мы подходим к камням и появляются вот эти вот каменные водоросли, которые на песке у нас не растут. Они произрастают только на камнях. В общем, как это, так это. Мы почти дошли. Ну, друзья, жду вас в комментариях. Жалко, что получается сделать две части. Ну, может, посмотрим. Не объединять, там будет уже кусок видео скакать. Наверное, кому-то будет неприятно смотреть. Не буду объединять, сделаю часть первая, часть вторая. В течение двух дней появится обзор всех анамских пляжей. Центрального, точнее, пляжа. И видите, сделала была, джимотэ была. Осталось мне Витязево в правую сторону от пирса еще пройти. И в этот сезон я все покрыл. Ну, понятно, что каждый день все меняется. И надо будет делать дополнительные обзорчики, которые я вам и обещаю. Здесь вообще вот море. В углу в этом постоянно самое грязное. Здесь плавает мусор, потому что это как бы угол. Угол моря. Загоняй его в угол. Как-то, знаете, такой анекдот из детства. Купаются пионеры на пляже. И тут появляется дельфин. Они начинают за ним гоняться. И один стоит, орет. Загоняйте его в угол. Для тех, кто знает наши Витязевские пляжи, понимает, что углов нашего моря там нету. И народ просто стал растерянный и думает, а где же там угол? Это быль. Отсюда можно всем пожелать хорошего настроения. Показать вам вид полностью на центральный пляж. На красивых девушек, как звезд. Который светит до утра. Потому что в Анапе легко и просто остаться раз и навсегда. Такая вот моя собственная переделанная песенка. В общем, друзья, благодарю вас за просмотр. Не забывайте поставить лайк. Очень много всякого негатива про наше море. Конечно, есть отрицательные, как бы сказать, стороны. Есть положительные стороны. Но без нашего совместного участия, выгласки, всех этих моментов, проблем, которые у нас происходят. Которые есть хорошие, допустим, стороны. Плюсы. Мы будем говорить, что тут где-то плюс, там где-то плюс. Если этого не делать, то тогда никаких изменений позитивных не будем. Потому что когда люди молчат, значит, все хорошо. У нас в стране заметят. Только когда начинаются какие-то общественные резонансы, тогда начинаются какие-то действия. То есть, когда выходит это за пределы города, района, края, то тогда начинаются какие-то действия. Поэтому очень важно, чтобы вы рекомендовали, допустим, наш канал своим друзьям, чтобы они подписывались. Чем больше людей будет смотреть, тем меньше людей будут ставить лайки, писать свои комментарии, либо ставить дизлайки. Я буду смотреть и трезво оценивать ситуацию. Может, я, допустим, не прав, говоря такие слова о том, что вот сегодня, как получается, полтора-два видео назад, я не знаю, когда это выйдет, про овно на Анапском пляже, где там вообще прям дичайшая вонь, от которой кружится голова. Я был не прав, что вообще озвучил эту тему, и стоило ли о ней говорить, или не стоило. Может, стоило промолчать и не сказать ничего. Но я сегодня ради этого приехал в Анапу, хотя бы сейчас спокойно дома сидел под кондиционерским, обрабатывал бы фотографии. А сейчас немало-немало, около 35 градусов на воздухе, то есть жарковато. Но делают для вас такое дело, которым надо ваша помощь. То есть, ваш отзыв, ваша поддержка словарами, репостами. То есть, на самом деле, это очень важно, когда мы в одной, как бы, компании, в одной, у нас вот есть бандалов, да, канал, это более такое объемное объединение людей, в котором вы можете высказать свои мнения, не бойтесь ничего. То есть, как бы, за вас здесь я лицом, вы с той стороны экрана, и можете поддерживать меня, хотя бы даже находясь там. И все будет, как бы, хорошо и прекрасно между вами и мной. Расстояние, ну, вдруг понадобится помощь, что, может быть, окажетесь поближе. В общем, с вами был Юрий Озаровский. Всем хорошего настроения, не забывайте. Ну, вот, no comments. И девочка рядом думает, что это классно. Мотор меня. Мотор меня. Мотор мы. Мотор меня. Продолжение следует...